Всем привет! Вот сегодня пирог готовили. Пирог такой готовили. Сейчас буду чай пить с пирогом. С яблочным пирогом делали сегодня. Вот сейчас буду чай с пирогом пить. Яблочный пирог приготовили сегодня. Сейчас попробую, скажу нормально. Хороший пирог. Сладкий такой. Ваниль туда добавили. Нормально. Чай попить вообще самый супер. У нас опять холода наступили на улице. Январские холода, сами понимаете. Крещенские морозы. Хочу сегодня поговорить про закаливание. Вообще полезного нет. Если вы хотите закаливанием заниматься, вам надо начинать постепенно. Сначала в домах принимать холодный душ. А потом, когда плюс 7 градусов есть на улице, в осень, когда уже чуть-чуть холода наступает, вам надо в речку идти купаться. Ну плюс 7 будет, и что это же не замерзнете, не заболеете. Плюс 7 когда есть, ну или плюс 2 даже. 0 градусов даже вот есть. Пошли в речку искупались, хотя бы сполоснулись несколько раз. Вот так надо постепенно закаливанием заниматься. Ну можете зимой прямо выйти без обуток на голый снег, походить чуть-чуть. Сначала нужно холодный душ лучше принимать. Закаливание, конечно, это полезно. Люди, я смотрел в интернете ролик на ютюбе, там люди и 14 лет, и 15 лет, и 40 лет даже есть люди, которые закаливанием занимались. И они реально здоровее. Они даже вот так вот на них посмотрят, они выглядят как-то бодрые, веселые вот так у них. И они вроде бы старые уже, дедушки, бабушки, а выглядят еще... Ну короче, когда вот вы, например, научитесь правильно закаливаться, вы уже потом в прорубь будете нырять, вы будете, как бы у вас тело будет не остывать, а наоборот, еще хуже у вас будет кровоток подниматься. То есть у организма есть такие эти, энергосберегающие эти, то, что, например, вы в воду холодно опускаетесь, а у вас тело будет, наоборот, разогреваться. Когда вы научитесь правильно, и ваше тело будет, наоборот, нагреваться, и вы даже будете зимой закаливанием заниматься, в проруби купаться, вы не замерзнете, и будет все вообще отлично, будете вот такие бодрые, веселые. Вот, друзья, сейчас на гелиус снимаю. Объектив гелиус. Ну, конечно, объектив гелиус хорошим, 58 мм, это, конечно, вообще... Но если фулл-фрейм камера, то там, конечно, будут уголки шире. Вот такой пирог приготовили, большой. Нормально, чуть яблоками всегда, вот даже если вы хлеб с яблоками просто приготовите, вот это вкусно. Когда яблоки зажариваете в духовке, конечно. Холода опять наступили, но сейчас крещенские морозы, потом крещенские эти закаливания начнется на улице Бабушкино где-то, туда в прорубь люди ездят, купаются. Ну, конечно, раз в год, если вы будете ездить, закаливаются в крещенские морозы, в крещенские морозы, когда 40 мм что дарить, в том году 40 было, ну, вы только навредите организму. А сколько случаев было в Москве, люди закаливались, там, одному ногу свело, стянуло его, он под лед провалился, когда уплыл. А видите, надо если делать эти сетки специальные, вот когда прорубь делал, эти сетки специальные делают, ну, чтобы вы, например, если вас в ногу сведет, вы там хоть не уплывете, ну, чтобы какая-то безопасность была. Раз в год вы будете закаливаться, от этого толку вообще никакого не будет, ну, вот реально никакого толку не будет. Есть люди, которые закаливанием занимались, занимаются уже давно, они вообще зимой выходят во двор, то есть в своем доме живут, во двор выходят, воды холодной, воды наливают ледяной, и что она у них 5 минут постоять на улице, вообще ледяной, аж там лед будет, и бац, выливают на себя. Ну, это вообще полезно закаливаться. Иммунитет у вас укрепляется до 100%, ну, не до 100%, 90% у вас иммунитет укрепляется, то есть иммунитет возвращается в обычный состояние. То есть, ну, когда вы начнете закаливаться, конечно, у вас будет холодно, будет неприятно, например, вы утром встали, вы спать хотите, у вас нету энергии, да, вообще вот, ну, спать хотите. Пошли под холодный душ дома, да, вот так чик-чик, полили на себя холодный душ, все. Ну, кому-то это энергию приносит. Вот я, например, утром встал, обливался холодным душем, особенно если вы зарядку сделали, ну, просто зарядку обычную сделали, там, поджимали 10 раз, там, приседания в 10 раз делали, пошли облились холодным душем, то вы не замерзнете. Вы не замерзнете, у вас, наоборот, будет такой жар по телу. А если вы встанете утром и сразу пойдете обливаться холодной водой, то вы замерзнете, то есть нужно сначала такую зарядочку легкую сделать. Сегодня еще поговорим про медитацию. Я YouTube-шорты, YouTube-шорты снимал про медитацию. Медитация, она вообще для чего нужна? Ну, никто не знает, скажет, ну, медитация... Кто-то думает такой, что вот, медитация, она там нужна, или ты такой сверхчеловек станет. Нет, вы сверхчеловеком и встанете от медитации. Медитация нужна, чтобы просто у вас, как бы, зрение улучшилось, и голова не болела, разные мысли, которые не нужны, и у вас не посещали, да, чтобы у вас крыша не поехала. Медитация, она как работает? Вы, например, медитация, это идет намеренно, несмотря на что вы медитируете. Вы можете вообще на все, что угодно. Кто-то даже, там, на небо медитирует, там, о Боге думает, кто-то медитирует и думает о Боге. Но это буддисты, они думают, там, о Высшем. Высшем как-то думают, там, что-то себе представляют, и медитируют, как бы, в нирвану отправляются. Чтобы в нирвану отправиться, что такое нирвана? Нирвана, это, когда вы в потоке находитесь, и вы просто счастливы. Вот вы в одном, как бы, в одном движении, в одном потоке находите. Вы думаете о хорошем, вы счастливы, вы все в потоке, там, пару дней сидите, там, вам хорошо. Это как вот наркоманы, например, травы на курице наркоманы, да? И они вот так вот, это, сидят, и как, о, им хорошо. Тоже в нирване такой. Если вы, например, просто дома даже сидите пару дней, сидите дома, гулять, ничего неохота делать, вы просто отдохнуть пару дней дома, и лежите там, телевизор смотрят, кайфуете, о чем-то думаете, тоже как бы в нирване находится. Ну, чтобы в нирвану попасть, да, в такой, чтобы у вас счастливое состояние было позитивным, вам надо научиться медитировать. То есть, то есть, медитировать вам надо как, вы сели в позу лоток, сможете просто сесть на пол, включили таймер на телефон, 10 минут, да, и просто это, думайте там о каком-то хорошем, что-то вспоминайте, хорошее, может, у вас в жизни было, вспоминайте о чем-то хорошем, сидите, вот, медитируете 10 минут, таймер поставили, 10 минут, кто-то хочет, может, 20 минут, и просто сидите, глаза закрыли, там, ну, в тишине, чтобы тишина была, чтобы можно даже ночью, вечером медитировать, свет выключили в темноте, все, компьютер, телевизор, все отключили, всю технику дома, чтобы тишина полная была, и сидите вот так, дверь закрыли в комнате, что-то тишина такая гробовая была, что-то так сидите вот, и медитируете, думайте там о чем-то хорошем, потом вы так, например, 20 дней помедитировали, в таком состоянии, у вас организм уже начинает, ну, привычку входит, в привычку, вам, во-первых, вам не надо будет себя заставлять уже медитировать, вам уже самому охота будет медитировать, потому что, например, у вас есть какие-то жизненные проблемы, вот эти насущенные, да, там работа, там чё бы, шо-что-то, а вы когда так медитацию сели, у вас, потому что организм уже привык к медитации, так бац, сели в медитацию, и все, и у вас сразу все эти проблемы, вы о них вообще не думаете, для вас медитация уже становится так, успокоением каким-то, вот так вот, вот вы медитации должны так сделать, чтобы успокоение было, помедитировали, подумали о хорошем, успокоили, ваш ум как бы перезагрузился, можете даже кто-то летом на природу ездить, там, на природе сидите, и медитируете минут 20, там, 30, 10 минут, и медитировали, воздухом свежим подышали, все, вот, вот это правильная медитация, а не то, что люди там думают, о, медитация, там, сверхсознание, сверхсознание, то что такое, то когда у вас ум не гуляет, вы его контролируете, то есть ум не должен контролировать вас, вы должны ум контролировать, то есть вы вот так вот контролируете ум, да, ну и когда медитация, почему люди становятся тупыми, потому что у них как бы мозг, он из-за стрессов вот этих, которые в жизни происходят, и люди начинают деградировать, потому что у них мозг уже не вывозит, он у них как компьютер, он начинает просто у них это глючить, потому что они устанут, на работе переработаются, потом домой приходят, еще телек смотрят, все, и отдыха у них нормального нету, у них мозг начинает перегреваться, глючит, потом зависает, вот, а медитация, это просто перезагрузка вашей нервной системы, то есть вы перезагрузились, подумали о хорошем, все, на утро пошли, даже выспались хорошо, на утро пошли, и бодры, веселые, полные энергии, то есть медитация вам будет только тогда энергию приносить, только когда вы научитесь правильно медитировать, думать о хорошем, о каком-то, не знаю, что-нибудь хорошее представляете и медитируете. То есть высшее сознание, вот эти все буддисты, вот этот буддизм, не буддизм, они все стремятся просто к счастью, вот, если вы будете счастливы, все, вы будете там в нерване, вы будете там, не знаю, буддистом каким-то там, не знаю, хорошим, у вас будет все хорошо в жизни, то есть вот люди, а люди не могут быть счастливыми, потому что у них мозг, и много информации потребляют, во-первых, вот этот телевизор смотрят, а нужно иногда брать от всего, просто отдыхать, от всего отдохнули, помедитировали, минут 20 там посидели, можете просто сесть на кровать даже, сесть как вам удобно, я не говорю сейчас позову лотоса садиться, просто сели, нас по глазу закрыли, удобно как-то сели, можете даже лежа, лежа тоже, лечь, и закрыть, глаза там, полежать 10 минут, подумать о чем-то хорошем, но, вот и все, вы будете умнее, то есть медитация, это надо, на самом деле, медитировать, как, если вы научитесь, то вам надо это, как, ну, отмечать все мысли, когда вы отмечать, научитесь все мысли, просто не думайте, ни в чем сидеть, и медитация, ни в чем не думайте, просто сидите, и все, и у вас мозг, просто мозг ваш, отдыхает от всего, так вот, медитируйте, и будет хорошо все, вот, голова меньше будет болеть, мысли будут свежели, никакие у вас мысли, просто посещать не будут, я думаю, это самое главное, медитировать, надо учиться, а то, что же мне надо, что такое медитация, и когда первый раз в медитации столкнулся, я думал, что надо медитировать, там, думать о каком-то космосе, там, еще, такие видео были раньше, медитировать надо, думать о космосе, что тебе, и представлять, что тебе с космоса такая энергия, прям в темице-ка идет, вот такие раньше, медитации, так учились, на самом деле, это слово, фигня, медитировать вы должны, так, как вам удобно, вот у вас не получается, для начала медитировать, ну, не получается, вы не умеете, вы ни разу не медитируете, поначалу, когда вы будете медитировать, будете медитировать, у вас будут мысли гулять, гулять будут, там всякие разные мысли будут в голове крутиться, много их будет, очень много, вы их даже остановить не сможете, а вы сидите 10 минут закрытыми глазами, пусть мысли гуляют, вы на них не обращайте внимания, сидите 10 минут, потом посидели 10 минут, потом второй день тоже посидели 10 минут, а потом через недели 2-3, может быть, заметите, что мысли-то, оказывается, уже не гуляют, нету их, все, вы успокоили, свой ум, он вас успокоился, то есть, мозг вас успокоился, все, и наелся, цели штуки больших съел, таких вот почти, все, вот, вот вам вся медитация, не нужно думать, что медитация, это вот, там сверхчеловеки сидят, да, там буддисты, там, они медитируют, они там отправляются, куда-то в нирваны, просто поначалу, вы будете 10 минут сидеть, медитировать, вам тяжело будет, потом 20 минут будете сидеть, вам тяжело, потом вы привыкнете к 30 минутам медитировать, и все, у вас настолько, вот такое состояние, миротворяющее, хорошее, так будете там, в чем-то, просто, как будто спите, полу спите, полудрем, полу это, и вы уже садитесь в медитацию, у вас уже все успокаивается, и вы сидите, просто насладаетесь, такой тишиной, таким хорошим, этим, миротворением, вам хорошо, вы сидите, кайфуете, вот так вот, ауката может это и с первого раза даже наступить, то есть, сядут в медитацию, и это, им так хорошо будет, вот, для чего медитация, медитация, нужно просто для остановки мыслей, то есть, вы научитесь останавливать мысли свои, какие-то мысли у вас плохие, посещают в голове, потом от этих плохих мыслей у вас голова болит, когда вы научитесь мыслями управлять вы, какие захотели мысли, такие они у вас и будут, если у вас плохие мысли, если будут возникать в голове, вам надо не вникать в них, ну не обращайте на них внимания, ну возникли какие-то мысли у вас, ну и пусть, вы должны знать, что мысли это не вы, если у человека уже думает, там, о чем-то плохом подумал, значит, вот я плохой, я плохой думаю, на самом деле мысли это вообще не вы, у вас могут быть какие мысли там возникнуть, вы можете прошлое вспомнить, да, там, что-то было у вас плохое, в прошлом будете вспоминать это, будете думать об этом, а когда вы научитесь медитировать, ну возникли мысли, все, вы все равно, без разницы вам, вы на них не обращаете, и они просто уходят, растворяются, нету плохих мыслей, только приходят хорошие мысли, и все, и будут только хорошие мысли, вот медитируйте, вот это мысли, кому интересна эта тема, медитируйте, я просто на ютубе роликов много, про медитацию посмотрел, там, можете посмотреть, называется такой канал, Имрам Крия, Имрам Крия, это такой, христианский буддизм, он как бы в Иисуса верит, в Бога, ну, как бы, буддисты-то они не в Иисуса же верят, а в других, там, у них много Богов, а он прям христианский буддизм какой-то проповедует, ну, в принципе, если вот взять любую веру, любую веру, какую хотите веру, любую, то, она, в принципе, вся вера, которая есть там, буддийская, еще какая-то, она вся только интерпретирует к доброту, к добру, ну, везде, какие бы веры ни были, не все к одному только ведут, к одному, к добру, там, к хорошему, стать хорошим человеком, там, правильный путь, и все, там, ну, вот, без разницы какой-то, а то люди, вот, например, сравнивают, вот, наша вера лучше, там, это лучше, это хуже, это лучше, и дерутся, ругаются за этих веры, на самом деле, вера, какая бы ни была, она только учит человека хорошему, неплохому, вот, так что какая бы вера ни была, она учит только хорошему, так что всем пока.